Меня зовут Александр Ус. Я креативный директор компании «Сила света». Мы участвуем в высовочном проекте «Здесь, сейчас». Мы всегда в своих работах все-таки ищем смыслы. И всегда пытаемся, именно в фестивальных работах, всегда пытаемся, ну, как-то вот искать свои корни, какое-то наследие. Потому что вообще в Хутемасы, и ребята из Хутемасы, они же занимались авангардом. Увидев летающие города Крутиково в музее Москвы, висящие на лесочках, по макетикам. А сразу я подумал на тему того, что как офигительно было бы загнать это в AR и посмотреть, как это висит в воздухе. Скачивайте нашу работу и вдохновляйтесь Георгием Крутиковым и летающими городами. Здравствуйте, меня зовут Аристар Чернышев. Я участник проекта «Здесь и сейчас». Придумал для этого проекта концепт электрожука, который вырабатывает электричество для людей. Смотрите, наслаждайтесь. Я думаю, это будет интересное зрелище. Мне нравится все время экспериментировать, придумать что-нибудь новое, понимаете? И в концептуальном плане, и в плане использования технологий. Сейчас публика хочет и фестивали, и на ивенты тоже затребованы объекты, которые обладают каким-то смыслом, наполнены каким-то содержанием. Можно выделить несколько каких-то, скажем так, направлений. То, что меня интересует в AR. То, что я вам говорил, это новое животноводство, создание каких-то новых существ с определенными функциями, которые могли бы использовать люди. А также меня интересует, в общем-то, тоже простое формотворчество. Я этим тоже люблю заниматься и часто это делаю. Это проект «Здесь и сейчас» — современное искусство на улицах города. Я Алфутова Наталья, медиахудожница из Мастерской 15. И это проект «Здесь и сейчас». Облачный узел, то есть это такой облачный перестанок, облачное, не знаю, как пересечение, мимо которого пролетает ракета. И там вырастают вот эти деревья, которые в конце концов, когда созревают, они достают свои корни, начинают двигаться, отталкиваются от земли и летят уже над землей, как нормальные облака. Их ствол трансформируется, и мы, честно говоря, не видим ствол, а видим только крону уже с земли. Мы практически остались на той же концепции, которую задумали. Мы себе не отказывали в каких-то моментах. Единственное, да, есть какие-то технические моменты, связанные с размером текстуры, размером файла модели. Но это такие вещи, которые зритель не видит. Это то, что у нас под капотом. И на художественный замысел, соответственно, не влияет. Я считаю, что такие проекты нужны, потому что искусство, оно не только про подумать, оно еще про почувствовать. Это проект «Здесь и сейчас» – современное искусство на улице города. Всем привет! Это студия «Стейн». Александр, Сергей. Фестиваль «Здесь и сейчас». Но если говорить про эту работу, то она, наверное, с чего началась? «Скизов». Ну, вообще идея была именно того, что это взаимодействие с природой, да, и какое-то найти взаимодействие, и что это кинетическая скульптура. Наш проект, он даже чем-то может больше фантазий позволять, потому что он виртуальный. Потому что нам не нужно это собирать, нам не нужно делать, чтобы оно реально работало. Мы можем воплотить какие-то фантазии более широкие. Я Игорь Татарников, студия «Куфлекс». Мы являемся участниками фестиваля «Здесь и сейчас». Большинство наших работ – это эксперименты на стыке визуального искусства и технологий. Эта работа – один из таких экспериментов. Нам хотелось создать такое необычное инопланетное растение, существо. У нас было несколько эскизов, мы остановились на одном, и в результате получился такой квантовый овощ «Инопланетянин». Уже многие зрители готовы к использованию дополненной реальности на улицах города. И очень классно, что сейчас на фестивале уже на улицах города это используется. Я Игорь Татарников, студия «Куфлекс». Это проект «Здесь и сейчас» – современное искусство на улицах города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова